Да, вы спросите. Кто такого, рассказывать не буду. В смысле? Смотрите. Сейчас хорошая тема, неотношения, на самом деле. Тема осознания себя. Что у нас проходит, мы это понимаем и чувствуем, а что у нас проходит, мы этого не понимаем и чувствуем. Так вот, любая техника, если мы работаем с точки здесь и сейчас, она работает. Если мы работаем без состояния ожидания, она не работает. Чем, ну так скажем, один из недостатков таких популярных техник, как pre-healing и РПТ, я уже не буду говорить типа А, тем, что в этих программах создается ожидание. То есть, там нужно сложить изначально, чем мы работаем и какого результата мы можем достичь. Как только мы обозначаем, что такое результат, что мы будем в конце иметь, все. Не создали ожидания. А если мы этого не получили? А если это немного трансформировано? А если это чуть-чуть по-другому? Ожидание не сбылось, техника не сработает. То есть, человек это тогда вытесняет? Да, да. Человек не признает, что работа прошла и что есть результат. Потому что нет того, что было обозначено. Женя, ну вы как-то, естественно, что-то не скажете, скажи, пожалуйста. Мы хотели соответствовать, пожалуйста. Как вы тогда, ну, с время, там, ему разговаривали? То есть, он же приходит к тебе с конкретной задачей. Я хочу брать вот это вот время, да? То есть, соответственно, ну, он ожидает уже. У него уже есть ожидания. Смотри, заявка и ожидание две разные вещи. То есть, ты приходишь ко мне и говоришь, у меня вот такой таракан. Я говорю, ну вот это вот, это вот, это вот. Как вчера. Я тебе сказал, какой результат был? Нет. Ты результат получила? Ну да. О, слушай, вот она, да, все, припрыгиваю. Если бы я обозначил тебе результат, этого произошло. Да. Потому что ожиданием стягивается вся энергия в ожидании. Я уже словила, ожидание столько сил и времени забирает просто раздеться. По другому искусству. По другому искусству и правду искусству. Совершенно точно. Угу. Почему осознание? Почему здесь сейчас? Тема очень больная. Кажется очень сложным. Останавливаем просто как велосипед. Как телефон. Мы же нас приучили жить в прошлом, мы их приучили в будущее. Да. Что такое жить в прошлом, жить в будущее? Что это такое? Ну, что это такое? Что это такое? То есть, понимание, это... Смотреть с другой точки зрения. Там, где внимание, там энергия у человека. Куда мы отправляем свое внимание? В прошлом или в будущее? То есть, действительно. Мы сливаем свою собственную энергию. Мы сливаем свою собственную энергию в никуда. В всякий случай, где вам удобно. Как это? У кого-нибудь отклипаетесь и их срок слила? Понятно, да? То есть, мы берем просто, а потом говорим, не хватает сил, только высыпаемся, бам-бам-бам. Чего не сбывается. а потом они выбываются, потому что мы себя сливаем. Это ключевой момент во всех практиках. Здесь и сейчас. Осознавать себя в том состоянии, в котором мы находимся сейчас. Почему? Еще один очень важный вопрос. Находясь в состоянии здесь и сейчас, человек моментально реагирует на происходящее событие вокруг него сейчас. Он не придумывает, он не распыляется в смысле человека, он не тратит себя в пустую, даже мысли не гоняет в голове. Что у нас происходит, правда? Я последнее время ловлю себя на таком состоянии, неважно, что я делаю, но сидишь перед компьютером, вот лист поисковой системы или Яндекс.Дзен, вот эти статьи вываливает, вот это нахлеплавный. Сидишь, вот покручиваешь, покручиваешь, смотришь на эти картинки, а в голове пустота... ... ... ... ... ... ... ... ... ...